Вместе в школу детей соберем. Благотворительная акция проходит в округе уже 10 лет. Неравнодушные старооскольцы помогают детям-инвалидам, школьникам из многодетных, малообеспеченных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, подготовиться к новому учебному году. В дар принимаются вещи и констовары. Сегодня временный пункт сбора остановился на рынке юбилейный. Благотворительная акция «Вместе в школу детей соберем» стала традиционной. На протяжении многих лет малообеспеченные семьи получают помощь в подготовке к учебному году. Ручки, тетрадки, рюкзаки, форма, сборы в школу – дело затратное. Предприниматели, неравнодушные старооскольцы приносят канцелярию, одежду и обувь. Я всегда принимаю. Если есть такая возможность, я всегда. Чем могу, тем и делюсь. В основном я работаю платьями детскими. Вот в основном платьишко принесла. Мне кажется, всем надо каким-то образом помогать. Есть люди, которые очень живут бедненько. И если есть такая возможность, надо обязательно помочь этим людям. Делать добрые дела. Хотя бы маленькие, но добрые. Наш индивидуальный предприниматель первый раз участие принимает. Мы первый раз услышали об этом. Мы принесли много обуви. Там летняя, зимняя, осенняя деткам. Деткам нужно помогать нуждающимся. Там тапочки, сланцы, босоножки. Я надеюсь, что это все пригодится деткам. В прошлом году силами местных жителей и компаний удалось собрать в школу 300 девчонок и мальчишек. Много это или мало. В старооскольском городском округе около 7 тысяч детей сейчас находятся в сложной жизненной ситуации и нуждаются в благотворительной помощи. Это достаточно широкая категория. Это и дети из малообеспеченных семей, это дети из многодетных семей, пусть не всех, но тем не менее много деток. Это определенные затраты. Это дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья. Это когда родители воспитывают в одиночку детей или одного ребенка. Это мамы одинокие и даже папы не в браке. Это дети, потерявшие кормильца. Благодворительная акция проходит уже три недели, но пока собрано немного. На сегодняшний день собрано около тысячи единиц канцелярских товаров и четыре рюкзака. Но я надеюсь, это только начало. Что касается тысячи единиц, конечно, это большая цифра, но мы должны понимать, что один карандаш – это единица. И каждый карандаш, каждая ручка или тетрадка найдет своего владельца, который ждет ее с нетерпением. Управление социальной защиты населения принимает благотворительную помощь не только для детей, но и для взрослых. Постоянный пункт сбора находится в управлении соцзащиты по адресу микрорайона Интернациональный, дом 15. На сегодняшний день школьники больше всего нуждаются в канцелярских принадлежностях.